Всем привет друзья! Продолжаем проходить модификацию игра душ новое начало. Ну и сейчас я вернулся уже в бар и давайте здесь сразу пожалуй поговорим с барменом. Но поговорим мы с ним не совсем по основному сюжету. Во-первых, я сейчас возьму вот отсюда из своего тайника две медузы. Третья у меня уже есть. Нашли мы ее где-то в темной долине. И давайте... Ты что? Нифига себе. Обалдеть. Но мне просто нечего сказать. У него же было побочное задание перед тем как я уходил в темную долину принести три артефакта медуза. А теперь он просит два кров камня. Я уже приносил ему два кров камня. Но у меня два кровка. У меня нету. Есть один. О, бармен, бармен. Что ж с тобой делать? Ну ладно. Ладно. В общем я тут без записи немного разобрался с хабаром. Выложил все лишнее. Можно было конечно тут кое-чего бармену продать. Ну ладно. Давайте даже вот эти вот вещи продадим. А то уже слишком много одинаковых артефактов. Вот это можно еще продать. И уже наверное пожалуй поговорим с ним. Хотя там еще у Брома было какое-то задание. Он же присылал сообщение. Но может быть чуть позже. Так. Ничего лишнего вроде я не продал. Так. Бармен. Хочешь анекдот? Еще один шутник выискался. Ну да ты хоть не дальтоник. Что у тебя? Прости нервы. Лабораторий X18 закрыта. Раз и навсегда. Прекрасная новость, Немо. Правда насчет навсегда... Не навсегда я бы мог открыть ее. Но не стану. Просто есть у меня штука, которая позволила бы хакнуть тот аномальный замок. Но да ладно. Давай поговорим о твоей награде. У меня еще до кучи и документы есть. Ооо. Ладно. С этим разобрались. А теперь погоди-ка. Комбинезон наемника еще дает. Еще 20 тысяч. Это еще что? А сам не видишь комбинезон наемника? Ммм. В общем... Только не говори, что я опять должен. О. Ну раз ты согласен, тогда слушай. Я... Стой, Немо. Шутки в сторону. Дело плохо. Очень плохо. По всем данным, что ко мне попадают, выходит следующее. В зоне назревает очень, слышишь, очень серьезный шторм. Ты про массовые убийства? И про них тоже. Зачистки сталкерских лагерей, нападения на группу военных, которая случайно оказалась не в том месте, не в то время. Я знаю, кто за этим стоит. Догадываюсь, по крайней мере. И ты хочешь, чтобы я подтвердил или опроверг твои догадки? По-твоему, это наемники? Почти наверняка. Но пока я не понимаю, зачем им это. Если возьмешься, окажешь огромную услугу. Всему сталкерству и мне лично. Готов рискнуть еще раз, сталкер. Ну и что нужно? До меня дошли слухи о встрече этих диких гусей. Не просто текучка. На нее прибудут кадры со всех концов зоны. Ты должен порубраться на нее. Вот прямо на саму встречу. Меня же сразу раскроют. Не на место встречи. Просто нужно подобраться достаточно близко. Я перекодирую сигнал своего КПК. Для наемников будешь отображаться как свой. Но только как рядовой боец. У командиров там какие-то особые примочки. Комбинезон, на всякий случай. Ты будешь не один. Я отправлюсь с тобой лучшего снайпера, какого только знаю. Один он не пройдет, а вот вдвоем вам будет покомфортнее. Еще что-нибудь? Обойдись без стрельбы. Надо будет прикинуться серым. Прикиньте. Не такой уж большой тут талант нужен. Как будешь готов, отправляйся на дикую территорию. Нерон встретит тебя там. Хотя, возможно, он уже забурился в одной из своих лежек и тебя ждет. Дожидается. Понял. Проникнуть навстречу наемников. Ну ладно. Так, а что там хочет Бром? Он же присылал сообщение. Ты что-то хотел сказать, Бром? Да. Слышишь, наверное... Наверное, ты слышал про крепкие сталкерские команды. Те, что составляют реальный костяк сталкерства. Так вот, месяц назад примерно одна такая распалась. Почему, непонятно. А ведь команда была, можно сказать, знаменитая. Ну как команда. Два человека, отец и сын. Я это к чему? Сейчас вспомню. Ё-моё. Хорошие были сталкеры? Да, еще какие. Они в такие места ходили, такой хабар приносили. Новички только за... Висливо вздыхали, да и ветераны бывало качали головами. Хм, отец и сын. Необычные, как их звали? Пилей. Отец и сын Ахиллес. Ахиллес? Вот черт. Вспомнил. Именно об этом я и хотел поговорить. Но давай сперва ты. Я недавно был на кордоне в деревне Новичков. Там, среди трупов, я нашел сталкера по имени Ахиллес. Твою же. А, парень, ты ведь не шутишь, да? Значит, опоздал я со своим вопросом к тебе. Ну, за что? За что зона забрала его? Ведь совсем еще молодой был, еще мог бы выбраться отсюда. Твою же мать. Стерва ты проклятая. Чтоб тебе сдохнуть. Может, стоит найти отца? Как ты сказал, его зовут Пилей? Да, наверное, ты прав. Он, кажется, когда я в последний раз его видел, собирался на янтарь. Передай ему эту новость, парень. Передай. Он хороший человек. Но почему же он отослал сына? Странно. Я найду его, я дам КПК. Ага. Ну, насколько я помню, Пилея мы найдем в бункере ученых. Здесь, на янтаре. Ладно, получается, надо топать на дикую территорию. Так, перегруза у нас нет, так что, в принципе, выкладывать ничего не будем. Можем вот... А, стоп. У нас же тут целая куча вещей, которые могут заинтересовать ученых. Но знаете что? Наверное, давайте, может быть, пока что пойдем налегке, а потом, если что, сгоняем в бар за этими вещами и вернемся снова на янтарь и все продадим. А сейчас первая ходка налегке. Там еще нужно будет что-то с наемниками мутить, проникать навстречу. Так что нам пригодится сейчас выносливость. Единственное, что я пойду, наверное, посплю, чтобы было посветлее. И отправимся на дикую территорию. Я еще тут заглянул, перед тем, как идти на дикую территорию к бармену, чтобы починиться. Вот вроде как уже практически все отремонтировал. Сейчас еще РПГ. Можно починить. И обратил внимание, что у него появились новые квесты. Найти бронекостюм с КАТ-10 в Х-18. Мы же ту лабораторию замуровали. Че это вдруг? Придется тебе еще раз слазить в Х-18. В документах, что ты нашел в лаборатории, помимо прочего, были заметки на полях, в которых говорится о модифицированном бронекостюме из тех, которыми пользуются военные. Неплохая вещь, очень неплохая и очень дорогая. Она стоит того, чтобы еще раз ходить туда. Принесешь? Ну ладно, давай. Так, и остатки военных архивов. Есть неплохое дело. Раньше на Горпроме военные заправляли. В смысле? Я же уже приносил. В общем, взял я и то, и другое задание. И военные архивы, и СКАТ-10. И вот сейчас уже пришел в лабораторию Х-18. И здесь вот, в этой комнате, где шкафчики, вот он лежит, этот комбез. И, в принципе, неплохо, что я сюда вернулся, потому что, допустим, я не заходил еще. Даже вот в эту комнату, когда мы были в лаборатории. Как-то было не до того. Вот еще комбез Монолита тоже подобрали. Так, эти вещи, наверное, брать не буду. Но, пожалуй, останемся мы в своем комбинезоне туриста. По крайней мере, по той причине, что в нем можно отыскать больше вещей. Также еще заглянем. Вот тут огненные шары. Появились. Ага. И еще заглянем вот сюда. Тоже я сюда не заходил. Нужно же забрать этот... Что такое? Задыхаешься уже? Заберем здесь слизняк. Можно будет повесить на пояс место слизи. Ну и теперь пойдем, сходим, наверное, на Агропром. Я не знаю, неужели там снова заспамнились в этом комплексе документы. В общем, на Агропроме я никаких документов не нашел, к сожалению. Поэтому давайте сейчас, во-первых, отдаем скат-10. Получаем 2 500 и армейский бронекостюм. Армейский бронекостюм скат-9М. Хм. Ну, неплохо. В принципе. Может быть, давайте даже его заменим на наш комбинезон туриста. Тогда комбез туриста выложим сюда. А комбинезон монолита, возможно, продадим. Просто нужно рюкзак будет разгрузить еще. Так. А насчет остатки военных архивов, отказываюсь выполнять это задание. Это, да. Задание это появилось, наверное... Его не должно было быть, потому что мы его уже выполняли. И еще, кстати, по пути. Я на свалке решил немного погулять. Вот нашел кровь камня. Один кровь камня у нас здесь есть. Так что давайте сейчас бармену берем и отдадим. 4 000 аптечки. Так. Вот. Теперь дальше 3 артефакта медуза. Они тоже у меня тут уже отложены. Понятно. Так. Пока это сюда сбросим. Может, не знаю, не продавать комбез монолита. Может, еще пригодится кому он. Так. Армейские аптечки 5 000. Все. Больше заданий нет. Ну, комбинезон монолита бармен берет за 8 000 почти. В принципе, можем продать. Не думаю, что у кого-то будет побочное задание на комбинезон монолита. Хотя, конечно, всякое может быть. Но ладно. Так. В общем, я уже там сбросил лишние вещи. Вот перегруза у нас нет. Будем теперь ходить в армейском уровне костюме. Конечно, показатели здесь получше, чем у комбинезона 300. Но турист пока полежит, пускай, здесь. Может быть, если нам понадобится. Я думаю, нам понадобится. В следующую ходку на янтарь. Когда мы отправимся. Вот возьмем комбинез туриста на себя. Наденем. И заберем вот эти вот всякие тут артефакты. Части тел мутантов. И все такое прочее. Ну, а сейчас, наконец-то уже. Я уже думал, в начале серии мы отправимся на Дикую Территорию. А тут еще туда-сюда побегали. Но вот немного еще денег заработали. И вот теперь уже, наконец-то, отправляемся на Дикую Территорию. Еще по пути на Дикую Территорию здесь, смотрите, сталкер возле костра загнулся. И это, кстати, некий воробей. Как бы имя такое квестовое, что ли. Я не знаю, он пригодится еще нам или нет. Но загнулся по непонятной причине. Умер от тепла. Сидел себе спокойно на матрасе, и все, что-то произошло. Непонятно. Ну, ладно. Надеюсь, что он нам не пригодится. Никаких квестов, связанных с ним, уже не будет. Ну, а сейчас отправляемся на Дикую Территорию. Итак, мы перешли на Дикую Территорию. Здесь сообщение от Нейрона. Приветствую. Я ушел вперед по крышам. Тебе не надо опасаться наемников. Но все же быть осторожен. Похоже, встреча состоится на верхнем этаже стройки. Сперва попробуй пройти в наглую. Ладно, я понял. Так, ну, наемники к нам нейтральны. Сейчас посмотрим, что они скажут. Пропустят нас или нет. А, тут вообще один наемник. Ну, ладно. Вроде прошли. Так, ну вот если мы сейчас будем собирать артефакты, то у нас уже будет перегруз. И, кстати, я не переоделся, если что. Они как-то даже не обратили на это внимания. Ну, ладно. Так, артефакты пускай валяются. О, а это, судя по всему, какой-то главарь. Разговаривать ни с кем не надо. Ну и хорошо. Вроде как прошли. По крайней мере здесь. Они нас пропустили. Так, ну и движемся мы куда-то в район стройки. Так, давайте поднимемся наверх. Нетка стоит где-то там. Так, все спокойно, все нормально. Стоять! А, да. Че это ты приперся? Куда лезешь, боец? Ты же знаешь, что пройти могут только офицеры. Виноват? Просто любопытно очень. Иди, утоляй свое любопытство в другом месте. Уже исчезаю. Ладно, попробуй найти способ проникнуть навстречу. Поговори с наемниками. Правда, есть и другой путь. Сталкеры поговорили о способе попасть прямо на этот кран. Где-то на подземной стоянке. Вход чуть севернее. Решай сам. Хм. Так, с наемниками поговорить? Но этот уже вряд ли будет с нами. Да, он с нами не будет говорить. Так, ну а с кем тут еще поговорить? Хм. Ладно. Так. Вот здесь кто-то на первом этаже. Он тоже молчит. Хм. И что же делать? А кто у нас здесь в вагончике? Давайте посмотрим. В вагончиках обычно сидят какие-нибудь крутые перцы. О. Неа. Так это не он. Хм. Он попал в аномалию трамплин. Ну ладно, наверное, пойдем тогда, получается, в подземку. И как-то с этой подземки попадем на кран. Там, может, телепорт находится или что? Ну, сейчас посмотрим. Так, тут еще кто-то стоит. Ну, вряд ли. С ним мы бы говорим. Хотя, не знаю. Там еще до этого тоже мужики были. В общем, похоже, что все наемники молчат. Либо я просто плохо искал собеседника себе. Непонятно. Ну ладно, давайте спускаться сюда, вниз. Будем искать здесь телепорт. Там еще пленка лежит. Лежит. Что ж такое. Тоже ее сейчас заберем. Так. Блин, прямо... Почти в электрике. Перегруза нет. Отлично. Все. Лезем дальше. Что тут? Псевдо где-то? Похоже на то. Так. Можно, конечно, сюда сгонять за... Этим пистолетом. Но тогда у нас уже перегруз. Это меня, конечно, не очень радует. Но пистолет нашли. Правда, зачем он нам? Не знаю. Так, здесь залезем. Сейчас, может, если попрыгать... Да. В принципе, залезть можно. Но из-за выносливости это сделать или нельзя. Тут, может... Ладно, непонятно. Так. Ну и что? Тогда пробегаем и залазим здесь. Так. И дальше нам куда? Сейчас проверим вот этот вот контейнер. Может, тут что-то будет? Да. Хорошо. А теперь не дай себя заметить и слушай очень внимательно. И не выходи из кабины. Я засек снайпера. Попробую убрать. О, надеюсь, вы добрались без проблем. Это не важно. Если уж мы должны сотрудничать, так давайте хотя бы обойдемся без лишней болтовни. Значит, сотрудничество все же в силе? Хорошо. А что с базой? Она ваша. Вжигатель не функционирует. Так что ваши люди могут начинать собираться там. Проблем с вашими не будет? Нет. Все предусмотрено. Пока никто не должен об этом знать. Вам ясно? Разумеется. На нее есть и другой вход. Вашим людям лучше пройти через бункер. Значит, через бункер. Принято. Ох. Не нравятся мне эти фанатики. Хм. Снял снайперы. Теперь бы тебя снять. С крана. Эх, об этой части плана я не подумал. Ладно, выкрутишься. Поторопись. Бармен должен об этом узнать. Ладно. Так, выкрутишься, говоришь, да? Хм. Ну ладно. Такс. Давайте попробуем залететь вот сюда. Потом вот сюда. Ну и мы, в принципе, уже почти внизу. Так, отлично. Все. Можно возвращаться обратно к бармену. Сейчас еще на обратном пути, наверное, пойду те артефакты соберу, что там валялись. Итак. Вернулись мы обратно в бар. Наемники заодно с монолитом. Не может такого быть. Это же религиозные фанатики, которые ненавидят и убивают все, что движется. Факт. Сам видел. Их цели до конца пока не ясны, но... Убийство сталкеров их рук дело. Почти наверняка. Больше просто ни у кого сил бы не хватило. И мастерства. Еще кое-что. Они собираются на базе монолита около выжигателя. Также было сказано, что существует проход туда через некий бункер. Ммм. Одну секунду. Бункер. Должно быть, они имеют в виду ход из Х-18 в Х-10. Лабораторию под выжигателем. Ход, который мы с Соколовым запечатали. Да так, что туда и через несколько лет не подойдешь. Я там недавно ходил, забирал скат, если что. Ха. Их ждет неплохой сюрприз. Но все равно. Если они хотят перебить всех сталкеров... Что ж, тогда у нас есть только один путь. Нам нужно объединение группировок. А не слишком ли амбициозно? Они воевали на протяжении многих лет. Верно. Но из этой войны уже давным-давно ушла всякая ненависть. Теперь вместо кровопролитных стычек, лишь вялые перестрелки. Скорее в силу традиций, чем чего-либо еще. Думаю, генерал Воронин примет верное решение. Нам сильно повезло, что он усилил в той истории с последним днем. Я поговорю с генералом. Но тебе, как всегда, самое непростое. Ты должен договориться со свободой. Что, вот просто прийти к Лукашу и заявить «Мир, дружба, жвачка»? Если слухи, полученные мной, верны, то Лукаш сейчас не слишком популярен в роли лидера. Знаю я одного неплохого человека на их базе. Как будешь на складах, поговори с Геворгом. Только учти, судя по тому, что я слышал, в окрестностях базы свободы сейчас реально не продохнуть от мутантов. Если не хочешь стать сытной закуской для них, затарься как следует. И подбери себе снаряжение поприличнее. Ясно. Сообщение Цезаря. Эй, браток, не забыл? Встречались на кладбище техники как-то? Короче, выяснил я кое-чё. Есть один из старых хрыщ по кличке Рубец. Он может что-то знать, но он сталкер, поэтому лучше поговори с ним ты. Рубец сейчас на свалке. Вот по этим координатам. Ничего себе. Допросить Рубца. Так. Ха. Ладно, понятно. Хорошо. Тогда сейчас, наверное, сходим... Кстати, он не забрал комбез наёмника. Давайте продадим. Сходим тогда сейчас, пожалуй, мы... На свалку. Так. Надо будет кое-чё продать. Я вот, кстати, тут на дикой территории собрал капли, всякие огненные шары. Нашёл ещё следу. Там в гараже. Вот уже повесил на пояс. Сейчас кое-чё продам. Надо избавиться от перегруза. И мы, пожалуй, отправимся на свалку. Пришёл я на свалку. Ну и вот здесь стоит этот рубец. Рубец? Цезарь сказал, что у тебя может быть интересующая меня информация. Да, могу кое-чего рассказать. Видишь ли, есть один артефакт, который как бы может телепортировать тебя. Причём совершенно случайное место. И находиться надо в строго определённых координатах. Короче, штука интересная, но особой ценности не представляет. И, думаешь, был использован такой, чтобы проникнуть на кладбище техники? При том, что в твоём описании слишком много слова случайно. Да, боюсь, боюсь, это был мой артефакт. Так. Ну, как мой, его украли. И, кажется, я даже знаю кто. Чёртов пройдоха по имени Византиец. Опытный стал Кирюга. Это, да, чертовски опытный. Но, короче, мне хана, если об этом узнает Цезарь. А где найти Византица? В последний раз он выходил на связь из леса, на восточной окраине свалки. Слушай, не сдавай меня, Цезарь, а? Посмотрим. Надеюсь, твоя информация верна. Хм. Так, где-то здесь. Византиец. Ну, пойдём. Пообщаемся. Ну вот, добрался я до этого леса. И где-то там, среди всех этих аномалий, Византиец находится. Так, и чё мы тут высматриваем? Византиец? А кто спрашивает? Привет тебе от старика, у которого ты увёл артефакт. Ммм, он таки вспомнил о его существовании. Ну надо же. Скажу сразу. Это бесценная во всех отношениях вещь просто валялась у него на полке. Я же применяю артефакт по прямому назначению. Вот как? Может, ты тогда знаешь, что произошло на кладбище техники? Это не там уничтожили кучку бандитов? Тебе что, жалко этих мразей? Ни капли. Но что всё же там произошло? Какой ты любопытный. Всё тебе расскажи. Знаешь, наш разговор, безусловно, очень интересный, но мне пора идти. Я и так потерял над себя кучу времени. А между тем, очень спешу. Минуту. И после этого нас телепортирует... В лабораторию К-16. Ха. Так, и вон там византиец стоит. Что за хрень? Куда ты меня затащил? Заткнись. Что? Я тебя никуда не тащил. Сам прицепился. Новость дня. Ты никак не выберешься отсюда без моей помощи. Все выходы давным-давно заблокированы. Чудесно. Теперь капелька позитива. Если сделаешь всё, что скажу, я возьму тебя с собой, когда буду уходить. А что мешает мне пристрелить тебя и самому воспользоваться артефактом? Ха, да? А ты, стало быть, знаешь, каким пользоваться? Это тебе не шаманство какое-нибудь. Нужны определенные манипуляции. Я более чем уверен, что ты их совершить не сможешь. Так что слушай внимательно. В этой лаборатории находится кое-что весьма ценное. К сожалению, узнал об этом не только я. Ты же сказал, выходы заблокированы. Как они сюда попадут? Это не совсем выходы или входы. Короче, они попадут сюда примерно так же, как и мы. Ну ладно. И что же ты ищешь? Тебе об этом знать не обязательно. Просто выполняй мои инструкции и всё будет хорошо. Возьми вот. На всякий случай. Ладно. Сперва надо глядеться и понять, тут ли наши враги. Пройди дальше и осмотрись, только осторожней. Дал нам грозу. Ха, неплохо. Так, хорошо, давайте спускаться вниз. Так, можем заглянуть, проверить ещё ящик. Он пустой. Ну и у нас уже, блин, из этой грозы перегруз. Что ж там такое будет внизу, что гроза нам понадобится? Наверное, что-то действительно опасное. Если все выходы и входы нормальные, перекрыты, то неизвестно, что тут в этой лаборатории завелось. На удивление тихо, не так ли? Иди дальше. Ну да, как-то вообще. Тишина. Что мы можем всё-таки выкинуть? Можно съесть две консервы. Это мало что даст. Да, вообще, конечно, странно, что здесь никого нет. Даже вот этот забор. Приходится перепрыгивать. Мы его, конечно, можем разбить, но пускай стоит. А то всегда его приходится ломать. А здесь вот целый остался. Так, по пути. Вот лучше поломаем разные ящики. Смотрю, тут много полезных вещей можно найти. Но эти вещи создают ещё больший перегруз, от которого мы уже никак не отделаемся. Ну, что поделать. Броня есть броня. Можно было бы, конечно, остаться в комбинезоне туриста, но тогда бы показатели были похуже. Но так, если в этой лаборатории что-то произойдёт серьёзное... А серьёзное, забегая наперёд, я скажу, произойдёт. Нам этот комбинезон, я думаю, пригодится. Так, вот какие-то трупы на миникарте. Только трупы. Погиб, похоже, весь отряд. Что же их убило? Обыщи их. Нам нужно... Впрочем, пока не важно. Ну, давайте посмотрим. Вот документы, указания. Часть 3. На посту третьего уровня перевести все рычаги, кроме второго, в верхнее положение. Хм. Ладно. Так, по пути ещё артефакты пособираем, но такими темпами мы уже совсем скоро ходить не сможем. Вот часть 2. На посту второго уровня перевести все рычаги в нижнее положение. Общее сведение о рейде. Цель рейда – проникнуть во временно замороженную лабораторию Х-16 и восстановить работу излучателя. Документы с указаниями были разделены между личным составом группы. После выполнения указаний нужно перевести рычаг на самом верхнем посту управления в верхнее положение. Понятно. Зря всё же командир так беспечен. Не стоило посылать грифона назад одного, хоть и безопасно вроде. Думаю, об этом стоит упомянуть перед начальством. Ну и здесь вот, как видно, три рычага вместо одного, как было в оригинале. Ну и вот ещё первая часть. Где сказано, что на посту первого уровня перевести второй и третий с левой рычаги в нижнее положение. Первый в верхнее. Нам повезло, что наши враги ещё не здесь. Но они будут с минуты на минуту. Мы не справимся с ними сами. Придётся активировать излучатель. В любом случае, в технический отсек иначе не попасть. Но сперва надо позаботиться о защите. Поищи у погибших. Ну и вот как бы... А, подождите. Там вон ещё внизу кто-то лежит. Давайте его посмотрим. Осмотрим. Так, или это не внизу? Это похоже... Наверху я его уже осматривал. Да. Это вот эта вот нога торчит. Всё правильно. Здесь мы никакой защиты не найдём. Четыре трупа. И всё. Но если ничего не изменилось, если всё осталось так же, как было в первой серии, в первой части, в первой версии, точнее сказать, то нам сейчас нужно вернуться обратно. Вот. Я вернулся вот сюда вот, где эти лестницы, где находится туалет, потому что после того, как мы обыскиваем те трупы, здесь в туалете спавнится другой труп. Вот как бы нелогично. Почему мы должны возвращаться? Легче... Было бы как бы там заспавнить ещё один труп. Где-то. Но он появляется здесь. В туалете. Хотя его здесь не было до этого. Ну и вот у него имеется настроенный пси-шлем. Который мы берём. И теперь появляется задание активировать пси-излучатель. Ой, так ещё и бюреры появляются. Блин. Капец. Ещё и комбез мне портят. Ладно. Подождите. Ребята. Сейчас я жикан заряжу. Пока жиканом постреляем, надо расстрелять. Тут уже осталось его не так много, но я заметил, что жикан хуже дроби. Даже если попадать. Вот сейчас я там промазал два раза. Вот я на плотях испытывал, как бы с дроби, один выстрел, и плоть готова. А с жикана два или три уходит. Даже если почти в упор стрелять. Так, ну с бюрером покончили. Всё, теперь возвращаемся обратно, и нам нужно запустить пси-излучатель, активировать. Если верить византисту, то сюда вот-вот завалится куча народа, настроенная к нам не очень дружелюбно. В наших силах подготовить им тёплый приём. Придётся включить старый излучатель. Он поджарит мозги любому, если у него нет соответствующей защиты. В документах указана необходимая последовательность действий. Ну да. Так что, давайте, в принципе, начнём. Итак, первая часть. На посту первого уровня перевести второй и третий с левой рычаги в нижнее положение. Пост первого уровня. Вон, это там. И здесь нам необходимо перевести второй и третий в нижнее положение. Первый оставляем верхним. Поднимаемся немного выше на второй уровень и здесь нам необходимо все рычаги в нижнее положение. Раз, два, три. Всё, движемся дальше. Вот он, третий уровень и здесь нам необходимо перевести все рычаги кроме второго в верхнее положение, то есть второй вниз. Так, ну и вроде всё. Теперь поднимаемся уже на самый верх и там переводим в нижнее положение. Так, ага, у нас уже перегруз. Знаете что, давайте, наверное, избавимся от грозы, потому что я её использовать, честно говоря, скорее всего, не буду, ибо у неё нет прицела. Он, конечно, нам, византийцы, выдал патроны к этой грозе, но я её использовать не буду. У меня в баре лежит айсвал, так что вот эти вот патроны пойдут туда, а грозу можно выкинуть. Так, ну и активируем все установку. Ух ты, как шандарахнуло-то. О, защита едва держит, голова раскалывается. Так, Немо, ступай дальше. Дверь в технические помещения должна быть открыта. Что, зомби появились? Похоже на то. Ну, зомби это не серьёзно. Дальше будет повеселее. Так, ну и что здесь? Найди кейс, белый кейс, там устройство, которое поможет откалибровать мой артефакт. Вон что-то лежит. Хорошо, если повезёт, успеем убраться до того, как подойдут эти мрази. Иди обратно, сложно сосредоточиться. Кейс с устройством. Внутри какое-то сложное устройство в полусобранном состоянии, но он ничего не весит. Блин, опять взлетел. Йо-моё! Похоже, что мы не успели. Всё-таки они заявились. Ладно. Ещё! Блин, капец. Йо-моё! Ну ладно, сейчас будем спускаться как-то. Блин, слушайте. Что-то они всё приходят и приходят. Я не знаю, сколько их здесь вообще будет. Так, с айс валами. Знаете, что я думаю? Давайте сейчас провернём один хитрый ход. 14 человек, нет желания с ними воевать. Поэтому мы можем попробовать немного подлечиться и сигануть вниз. Сейчас где-нибудь надо тут найти место хорошее, где это можно сделать. Так, ещё выносливости бы. Всё, мы здесь. Да. Да, наш план не идеален и с первого раза может не получиться. Но, тем не менее, мы попробуем ещё раз. И вот мы внизу. Внизу сохраняемся. Ё-моё, со всех сторон стреляют, но мы должны добраться... должны мы добраться всё-таки до этого выхода. Так, отлично, проходим. Вроде всё. Все остальные остались наверху, так что мы можем спокойно убегать. Сейчас только ещё выносливость бы нас не подводила. Мне надо видеть тебя, чтобы забрать. Вернись к шахте лифта, где ты спускался с самого начала. Всё, возвращаюсь. Вот, я уже подхожу к этой шахте лифта. По пути ещё немного пострелял монолитовцев. Так, ну и... Всё, я здесь, давай, забирай. Убираемся отсюда. И... нас телепортируют обратно на свалку. Твою-то мать! Столько колебаться с этим драным излучателем и получить несколько десятков монолитовцев и единственных, наверное, на кого эта хрень не действует. Я в шоке. Ещё она не действует на аптет-гигантов, как выяснилось. Охрененно просто. Ладно, главное, что мы выбрались живыми. Прибор у тебя? Чёрт, только что держал его в руке. А для чего он тебе нужен? А, ладно, чё уж там. Я всё равно уже проговорился. Сейчас артефакт работает не слишком стабильно, как ты мог заметить. Например, то, что ты отправился со мной, было сбоем артефакта. Как полагаю, и появление в лаборатории птиц-гигантов вместе с монолитовцами было побочным эффектом их артефакта. Кстати, птиц-гиганта мы не встретили. Калибратор должен помочь это исправить. Точнее, уже исправил. А как можно исправить артефакт каким-то прибором? Вот и подумай над этим на досуге. Так, что тут у нас? То, что мы включили излучатель. Мы его не включали, Немо. Артефакт не переносит нас с места на место. Он отправляет твоё сознание в некое подобие карманного измерения. Тело твоё по факту остаётся здесь, просто энергия артефакта сберегает его от каких бы то ни было воздействий, в том числе и от обнаружения. То есть, это было что-то вроде сна? Коллективный сон для всех, кто находился там, пожалуй. Только не стоит обольщаться. Смерть в этом сне так же бесповоротная, как и в реальном мире. Просто твой разум не вернётся в тело и оно останется там же, где было, когда ты покинул его. Потом тело начнёт гнить, потом, может быть, превратится в зомби, кто знает. Хотя последнее, пожалуй, вряд ли. Тогда как артефакт использовал этот калибратор? Не уверен, честно говоря. Возможно, он просто нашёл там для себя некую энергию, которую и вплёл в свою сущность. Может, всё совсем не так, но я чувствую, что он изменился. Но я вынес оттуда разные вещи, и они по-прежнему при мне, а калибратор исчез. Как это объяснить? Эти вещи принесены извне, принесены людьми уже после создания кармана. Полагаю, это играет некую роль. Или, может, важно именно то, что артефакт применил калибратор к себе. А теперь извини. Стой, я помог тебе, не хочешь дать что-нибудь взамен? Хочешь артефакт, да, Немо? Что ж, ты его и впрямь заслужил. О, да что же это? Ладно, я и так получил, мягко говоря, немало благодаря ему. Сброшу тебе инструкции, лучше быть готовым ко всему, когда проходишь через телепорт. Тебя может выбросить посреди чистой лужайки около пруда, а может закинуть с логово голодного чудовища. Идти или нет, решай сам, но прими совет, будь во всеоружии. И получаем артефакт византийца и он у нас забирает все указания, которые мы нашли в лаборатории. Как же ты все-таки так быстро расправился с бандитами на кладбище техники? Глушитель на автомате и капелька, а может и море, везения. Ну что ж, ладно, удачи. Так, ну и вот он сказал, что сбросит нам инструкции, но инструкции этих нет, судя по всему. по крайней мере в заметках и тут ничего нигде не появляется. Может справки, но справки тут тоже никаких новых разделов нет. Так, и что делать с этим артефактом непонятно. Если прислушаться к этому сгустку чистой энергии, что берешь в руки, то можно услышать много странного. Хм. Ну и сейчас можно вернуться сюда на кладбище техники и поговорить с Цезарем, хотя квеста такого у нас нет. Я разобрался в этом деле. Да ну, и что тут мотива было? Убийца проник на кладбище техники, вероятно, ему нужно было забрать нечто важное. Тут подоспели твои ребята, он использовал артефакт для того, чтобы спрятаться. Погоди, что значит спрятаться? Долго объяснять, да и надо ли оно тебе? Как посмотреть? Окей, ты сказал, что разобрался с убийцей? Так, он вас больше не побеспокоит. С чего бы? Думаешь, ты и твои люди волнуют меня? Ты меня нанял не для вендетты, а для выяснения обстоятельств. Хм, ну ладно, давай он вас больше не побеспокоит. Вот как? Может ты доказать это сможешь? Так, ну вот артефакт, с помощью которого он это сделал. В принципе, я не знаю, без инструкций, которые я надеялся, что в ремейке все-таки добавят, этот артефакт сейчас нам не представляет никакой надобности. Возможно, потом в каком-то квесте он пригодится, но я не знаю. Как бы первый раз, когда я проходил, я сказал, что мне нечего предъявить тебе, ложь, ну и тогда он говорит, что мне тебе тоже нечего дать, и все, на этом. А так, может какую-нибудь награду получим, сейчас посмотрим. Ну если что, переиграем, если какую-нибудь фигню даст. Вот артефакт, я-то думал, что тебя мутанты сожрут, да под первым же кустом. За артефакт спасибо, кстати. А вот тебе твои деньги, как договаривались. 8500. Пока, либо стоп, артефакт принадлежит мне выхватить артефакту Цезаря. Ха. Так, ну самое интересное, что Цезарь не стал враждебен, вроде как. по-прежнему нейтрал. Не понимает, что происходит. Так, ну артефакт мы забрали. Ладно. Ну и все, как бы диалог закончен. Окончен. Ладно. Вот такие вот дела. Ну что ж, давайте, пожалуй, на этом эту серию закончим, продолжим уже в следующей. Так что, совсем большое спасибо за просмотр. С вами был Хьюг. Всем удачи и пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.